Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск очередного «Мнение дилетанта». Долго думал, как его назвать, и решил остановиться на том, почему в России больше любят негатив. Естественно, под Россией я имею в виду всё русскоязычное пространство и бывший Советский Союз во многом. А вообще, это обсуждение реакции, думаю, многим из вас известного видеоблогера BadComedian на фильм «Движение вверх». В двух словах о ситуации. Если кто не в курсе, BadComedian – это такой видеоблогер, который делает отличные, очень качественные, профессиональные обзоры на кинофильмы. В подавляющем большинстве на российские плохие видеофильмы. И в последнем он сделал обзор как раз на фильм «Движение вверх». Причём этот обзор получился длиннее, чем сам фильм. Обзор во многом негативный, после которого зрители, поклонники BadComedian, пошли на сайт фильма и стали ставить там ему единицы. И вот здесь, по моему мнению, кроется очень много проблем русскоязычного общества, реакции на многие вещи. И я уже давным-давно говорил, много раз, по-моему, в своих видео, что мне очень не нравится, что я не могу посмотреть какие-то обзоры, я говорил это про игры, но это имеется в виду и фильмы, и книги, в котором бы мне рассказывалось о чём-то хорошем. В русскоязычном интернете популярны видео, в которых их создатели очень смешно, по их мнению, шутят над несчастными школьниками, которые выкладывали видео в интернет. Это не Фёдов со своей рубрикой «Шкала блогеры». Над играми суперпопулярный блогер Мармок, который смеётся над ошибками и багами. BadComedian, который, по моему мнению, сделал из Александра Невского «А как курица на суперзвезду». Потому что Невский просто отмывал деньги через свои плохие фильмы, но теперь он, можно сказать, селебрити благодаря отличным обзорам от BadComedian. И вот этот фильм «Движение вверх» я его посмотрел ещё до этого обзора. Я его смотрел не в кинотеатрах, а вот когда он уже вышел, его можно было дома посмотреть. Опять же, кто фильм не видел, в двух словах он о знаменитой финальной встрече Олимпиады 1972 года между СССР и США. Я любитель баскетбола, я думаю, многие из вас это знают. Я очень хорошо знаю об этом событии 1972 года. И, честно говоря, от фильма не ожидал ничего хорошего. Потому что, действительно, российское кино, по моему мнению, в упадке. Но, к удивлению, я фильм «Движение вверх» посмотрел с удовольствием. Более того, со мной его смотрели те, кто вообще не в курсе всей этой истории. Они тоже получили удовольствие. И поэтому мне было довольно удивительно смотреть этот разгромный обзор BadComedian. Самое интересное, что я со всеми его претензиями согласен. Да, там и не очень хороший сценарий, и очень много заимствовано из американского фильма. Я уже забыл его название, честно говоря. Но это совершенно все не отменяет того факта, что фильм интересный, захватывающий, его приятно смотреть. Именно поэтому, как мне кажется, мы имеем здесь случай того, когда хвост виляет с собакой. То есть, Женя BadComedian уже просто не умеет делать позитивные обзоры. Его зрители постоянно требуют обзора, в котором будут смеяться и издеваться над обозреваемым фильмом. Но в случае с движением вверх это совершенно неправильно, потому что фильм-то хороший. Я здесь в некотором смысле выступаю как адвокат дьявола, потому что он не шедевр, не гениальный. Но это тот фильм, на который приятно скоротать выходной день, получив заряд позитивных эмоций и не ощущая, что ты потратил зря время. Я еще раз повторю, что я согласен со всеми претензиями Жени BadComedian к этому фильму. Но возникает вопрос, неужели в других фильмах нету подобных проблем? Он обозревал много действительно плохих фильмов. Те же переделки «Джентльменов удачи» и «Кавказской пленницы». То есть, это фильмы, которые сравниваешь с оригиналом, и тебе просто скучно их смотреть, тебе неинтересно. И у тебя возникает вопрос, зачем это было сделано? При просмотре движения вверх такого вопроса не возникает. Да, там не так показаны те люди, которые участвовали в реальном матче. Но поэтому он и художественный фильм. То есть, там, диссидент-литовец, который на самом деле оригинальный парень, Павлаускас, был чуть ли не самым первым коммунистом в команде. Остальная команда почему-то один слепой, ничего не видит, другой хромой. У третьего проблемы с сердцем. Да, там на самом деле у Белова были проблемы с сердцем потом, но это все выяснялось не перед Олимпийским турниром. Это в некотором роде сказка. Этот фильм как сказка для взрослых. И он рассказывает не о советской команде, а не о Советском Союзе, а о том, как группа профессионалов изменяется, меняет свое отношение к делу и добивается результат. Я ожидал от фильма, что там будут опять какие-то пафосные воспоминания о том, как в Советском Союзе было хорошо. Нет, это совершенно не про это. Это фильм про людей. Про их отношение к делу. И там не показано, например, что американцы не явились на награждение. Они не получали свои серебряные медали и до сих пор в США считают этот результат матча незаконным. Не признают его. А некоторые игроки американской сборной стали сенаторами. США и в США. И даже в Сенате пытаются продвинуть какие-то законы, связанные с результатом этого матча. Этого все в фильме не показано. Я считаю, что совершенно правильно, потому что фильм «Движение вверх» — это не политическое какое-то заявление. Лента о развитии людей. О том, чтобы вдохновить зрителей на какие-то свершения. Причем, еще раз повторю. Это не гениальный фильм. Но его интересно смотреть. И тут появляется вот такой подобный обзор. Полностью разгромный. Знаете, такое ощущение, что это один из худших фильмов, который вообще, в принципе, когда-либо вышел. И он собирает миллионы просмотров. Люди радостно поддакивают своему любимому видеоблогеру. Причем, у меня к бэткомедиану претензий нет. Потому что блогеры, видеоблогеры, журналисты, они в любом случае показывают свое видение проблемы. Либо им платят за показ с такой стороны видения. Тоже профессионализм. А вот что в мозгах людей, которые это все принимают за чистую монету сразу же, даже не задумываясь, а уже молчу о том, у тех, кто идет на сайт этого фильма. Не на сайт фильма, а на портал, где собираются оценки фильмов и начинает этому фильму единицы ставить. Я вообще не понимаю. То есть вы берете одно из немногих хороших произведений в российском кинематографе и зачем-то начинаете его топить. И это просто пример того, что происходит во многих сферах деятельности в России, в Беларуси, в Украине. Никаких положительных обзоров какие-то о том, что вот это вот интересно, мало кому нужны. А вот поржать над каким-нибудь говном, посмотреть это говно, этот трэш, это вот за милую душу. И похоже, что начинается тенденция уже из хороших вещей искусственно делать трэш, потому что людям не хватает, видимо, этого говна в жизни. И почему я говорю про русскоязычное именно сообщество? Потому что если вы зайдете на англоязычный YouTube, на американский, на какой-нибудь немецкий, вы подобного там не увидите. Вы не увидите этих трэшовых передач типа «Дом-2». Там будут по-хорошему добрые какие-то викторины, игры в «Угадай слова». Нет, я не говорю, что там вообще нету ничего подобного. Конечно же есть. Но это, знаете, как деготь в бочке меда, типа такого, да? Когда в русскоязычном интернете скорее ложка меда в бочке дегтя, вот иногда попадаются какие-то хорошие обзоры, добрые и интересные. Почему так происходит? Ну, у меня есть теория, что это из-за национальной черты характера, лишь бы у соседа корова сдохла. То бишь, неважно в каком ты сам говне, если у твоих знакомых или соседей или окружающих все еще хуже, значит у тебя все хорошо. Вместо того, чтобы стремиться, чтобы у тебя стало лучше, ты наоборот стремишься, чтобы вокруг у всех было хуже, чем у тебя. Это абсолютно иррационально и меня всегда подобное удивляло. Да, есть, конечно, всегда есть зависть к успехам других. Но я к этому относился так. Если у моих соседей, я вот там живу в многоквартирном десятиэтажном доме, если у моих соседей благосостояние будет хорошее, то как бы не было плохо мне в доме, все равно будет хорошо. Там будут и стены покрашены, и чисто, и общение будет хорошим. А если мои соседи спившиеся алкоголики, то чтобы я не предпринимал, в подъезде будут наблеваны и насраны, извините. Так зачем же мне хотеть, чтобы у моих соседей было все хуже и хуже? Я уже молчу о том, что если у соседей все хорошо, я могу у них там сто рублей занять на свой алкоголизм. Но у нас, вот, видимо, опять меня будут упрекать в антисоветизме и русофобии, но, по-моему, годы советской власти именно вытравили во многих наших соотечественниках желание, во-первых, выделяться, то есть как-то подниматься выше своего уровня, который у них есть, а, во-вторых, они постоянно тянут обратно всех на свой уровень. И опять повторю, я не думаю, что это проблема, например, Бэт Комедиана. Он отличный обзорщик фильмов, он нашел свою нишу и продолжает ее эксплуатировать. И уж точно его нельзя, наверное, назвать совком или человеком, который несет эти традиции. Его случай, это пример виляния собакой, когда хвост виляет собакой. Ему необходимо постоянно делать какие-то вот подобные трэшевые обзоры. И, видимо, из новых современных фильмов он не нашел фильма хуже, чем «Движение вверх». Ну, это его право. А вот то, что зрители настолько странно отреагировали на его обзор и пошли топить хорошее кино, вот это показатель вот этого всего. То есть, что бы им ни говорили, они будут все равно считать, что в России делают говняные фильмы, в России кладут плохие дороги, в России плохая музыка и так далее, и так далее, и так далее. Если бы, наверное, Бэт Комедиан сделал положительный обзор, ему бы сообщили, что он проплачен. То есть, это... Все это проплачено было. Я надеюсь, что... Вы не считаете, что мне заплатили за то, чтобы я сейчас движение вверх обелял. У нашего человека почему-то такая необходимость есть во всем найти негатив. Вот его прям коробит, когда все хорошо. Например, сегодня я стримил Армелла, и вот человек такой комментарий написал. Армелла хорошая игра, я в нее играл, но она мне надоела. Ему нравилось играть в нее. Он доволен был ей, что он ее купил, но в итоге сейчас какое-то время она ему все-таки надоела. Ведь так можно описать любые игры, любые вещи. Какие-то игры быстрее надоедают, какие-то медленнее надоедают. Но найти вот какой-то негатив в том, что тебе показывают, в том, что ты смотришь, это прям жизненная необходимость, я уже повторяюсь. И здесь, казалось бы, выпустили фильм про победу вашей страны в кои-то веки над сильными американцами. Выпустили без пафосного обожания Родины и без нравоучений, с приятными персонажами, на которых интересно смотреть. Нет, все равно надо прям вот выискивать хоть что-то плохое. И об этом, кстати, я внезапно перейду к свободным и честным выборам. В этом и суть демократии. Потому что любой глава района, города, страны не будет устраивать абсолютно всех. Для этого нужны выборы, чтобы увидеть, какие идеи превалируют в обществе и за что люди голосуют. То есть не только большинство, но и меньшинство видят, чего они хотят. А иначе мы получаем, что сидит постоянный вечный Путин. Единственное, что мы можем говорить про него, это негатив. А представители, например, нашего мнения, я напоминаю, что я либераст по определению некоторых моих зрителей, они просто не представлены нигде. Поэтому, по мнению тех людей, которых устраивает нынешняя власть, мои высказывания, это просто тот самый постоянный негатив, о котором я говорю вот в этом видео. Но это касается всей сферы нашей жизни. То, что ты не можешь изменить, на что ты не можешь повлиять, тебе приходится только говорить, как это плохо. Ну, если тебе это не нравится. С другой стороны, конечно, я не буду искать в жизни, к чему мне придраться. Я просто с этим сталкиваюсь в жизни, меня это не нравится, и я об этом вам рассказываю, об этом с вами, это мы с вами и обсуждаем. Как избавиться от этого постоянного, как избавиться от этого поиска негатива во всем? Ну, во-первых, конечно, никогда не верить на слово любым. Отзывом, как положительным, так и отрицательным, а принимать к сведению. Вы когда слышите какой-то обзор, слышите мнение, вы принимаете к сведению, потому что там есть аргументы, то есть обзор беда комедиана отличный в этом плане. Он постоянно показывает, какие ошибки совершены в фильме, потому-то, потому-то, потому-то. То есть в этом плане это все отлично сделано. Другое дело, это совершенно не значит, что вам не стоит этот фильм смотреть. Во-вторых, просто расслабиться. То есть обзор, он никогда не ведет к тому, чтобы человек решил, будет он смотреть или не смотреть это. Это скорее такое мнение от людей, которые вам интересны, которые, возможно, вам близки по взглядам, или наоборот, не близки по взглядам, поэтому вы их смотрите, которых вам приятно смотреть и слушать, и к мнению которых вы в любом случае прислушиваетесь. У каждого из нас есть свои авторитеты, но это совершенно не значит, что мы будем всегда следовать их советам. Но вот безоглядно делать так, как это сделали зрители бэткомедиана, там ставить оценки какие-то низкие. Вы обратите внимание, я, например, в своих обзорах, даже когда я делаю негативные обзоры на какие-то игры, к сожалению, так приходится делать, я никогда не призываю вас каких-то топить в оценках, что-то деструктивное. Я обзор делаю для того, чтобы вы сами могли решить, стоит ли вам тратить время. Своё время – это главный ресурс на то, чтобы поиграть в эту игру или посмотреть эту игру. Я стараюсь, например, как можно меньше делать негативных обзоров. То есть откровенный шлак, я даже просто и не делаю обзор. Я хочу показывать вам те игры, на которые бы стоило потратить ваше время. Негативные обзоры делаю, когда действительно игра уже сверхпопулярна. То есть вот я на четвёртый Fallout делал негативный обзор, просто потому что я считаю, что надо предостеречь многих от того, чтобы в него играли. С другой стороны, я понимаю, что это качественно сделанная игра. Например, по фильмам мне не нравится фильм «Остров» Лунгина из-за той идеи, которую он проповедует там. Но как художественное кино – это отличная сделанная работа. То есть я могу с негативом высказываться о герое как раз Петра Мамонова, который играет там, такого отшельника-монаха, но сам-то фильм – картинка отличная, я его полностью посмотрел. Ну, это как пример. Или какая-нибудь «Чёрная пантера», которая сейчас собрала кучу денег. Ну, настолько тупой фильм, настолько, опять же, эти все супергерои по много-много раз. Ну, он же зрелищный. И вот что мне? Делать на него разгромный обзор? Так это ж явно не для меня фильм делался. В общем, давайте стараться меньше негатива в нашей жизни, в нашу жизнь привносить. И старайтесь, хочется такое пожелание, или если хотите тост произнести, если вы начинаете искать в чём-то негатив, останавливайте себя. То есть я понимаю, вам может быть что-то не нравится, действительно такое бывает, но вот вы видите какой-то фильм, игру, и в принципе оно вам нравится. Зачем искать в этом дополнительный негатив? Если у соседа всё получается, зачем ему желать проблем? Возможно, такое несколько наивное видео получилось, но я вот так ощущаю, вот так у меня работает моя тыковка, и поэтому у меня вот задело такое негативное видео о бэткомедии, но это реакция зрителей на это. Я решил с вами обсудить. Жду ваше мнение в комментариях. Вы видели и слышали Лёшу Халецкого. Всем пока.